здравствуйте приветствуем вас на канале европлант life здравствуйте приветствуем вас на канале европлант life сегодня мы продолжаем нашу рубрику в ожидании лета буду называть ее по-русски да но многим не очень нравятся англицизмы будем их избегать сегодня героиня нашей программы замечательное растение геления трехлистная не путать с гелениумом они не родственники а просто однофамильцы выходец из северной америки это опять же таки любимые нами канадские штаты любимых за то что все растения которые приезжают нам оттуда прекрасно живут в средней полосе ну и деление трехлистная в этом смысле не исключение хотя живет она больше в восточных штатах северной америки но тем не менее у нас в 4 и в 5 зоне она чувствуется совершенно прекрасно показывает замечательную морозостойкость и или можно смело сажать и в северо-западном регионе и подмосковье ну и может куда-то даже чуть поглубже не в самую конечно сибирь но там где зимние температуры 30-35 я думаю что она вполне будет тоже себя неплохо чувствовать расскажем немножечко растений почему деление меня просили опять же таки немножко рассказать про историю растения многим это тоже важно и интересно деление названа в честь ботаника ну как и многие растения арнольд гелен был такой замечательный ботаник и в 1820 году деление получила его имя вообще растение достаточно старое скажем так в культуру вошедшие давно ну уже вот как 200 лет ну в культуру она вошла в америке где собственно она является эндемиком но в наши события пока еще она не пришло к сожалению даже не знаю по каким причинам хотя она совершенно того заслуживает я считаю растение прекрасно это пол кустарник он небольшого размера от 60 до 120 сантиметров с замечательными красными стеблями небольшими цветочками два с половиной сантиметра которые бывают розоватые беловатые вообще на растение очень красиво потому что сами цветочки они небольшие состоят из пяти лепестков и похоже на небольших мотыльков есть еще у него даже такое второе романтическое название дыхание фавна все цветочки они расположены на длинных таких стебелечках поэтому на ветру они колышатся и создаются на такое хорошее впечатление движение даже когда нет сильного ветра растения отмечательно подходят во все цветники и даже в нововолновые в нововолновые может быть даже особенно потому что является замечательным фоном на фоне этого кустика будет абсолютно все смотреться замечательно поскольку он вот создает такое белое колышащиеся облачко вот хорошим и в массиве и по отдельности и как солитер сам кустик не разваливается разваливаться он может в зависимости от сортов сорта там тоже присутствуют у него некоторые стебли немножко полегают но тем не менее это не портит общего габитуса сам кустик похож на такой шарик сантиметров 60 если сажать более плотно массив то он будет выглядеть таким большим красивым облачком бывает еще и розовый сорт розовый сорт немножечко более прихотлив он относится к пятой зоне скорее чем к четвертый он немножко ниже по размеру около 60 75 сантиметров называется pink profusion пометьте для себя если вам интересно именно розовые цветочки ну на самом деле все равно розовый цвет в этом растении присутствует и благодаря красным стеблем вот и красным чашелистиком ну и потом у всех растений этого вида абсолютно замечательная осенняя краска что для вас тоже немаловажно к осени просто меняет цвет от желтого оранжевого до багряного стоит до заморозков замечательным таким красным пятном на фоне зелени вы абсолютно не пожалеете вы полюбите его даже больше чем за цветение кстати по поводу цветения цветет он тоже довольно таки продолжительно где-то наверное с июня в некоторых регионах может быть даже он и май захватит но скорее всего это все-таки конец июня и будет свести до позднего августа то есть цветение месяц или даже два это достаточно много опять же таки за это можно это растение полюбить отдельно по поводу посадки растения неприхотлива неприхотлива к почвам любят или нейтральные или слабокислые очень любят чтобы его хорошо покорнили весной за это будет благодарна полива не очень требовательно посадить его можно или на солнце или в полу тень абсолютное солнце она не очень любит поэтому кружевная тень для него наверное будет идеальным условием там она покажет себя во всей красе всегда все спрашивают про то как можно размножить ну сразу же скажем да размножить его можно размножать замечательным делением куста и черенкованием и она завязывает семена семена небольшие иногда даже дают небольшой самосев некритичный их можно также собрать провести стратификацию опять же таки растение можно будет размножить самостоятельно так сейчас сказал у нас деление трехлистное ведется практически как травянистый многолетник ухода никакого она не требует в обрезке не нуждаются обрезают его как правило или по зиму или уже по весне срезают наверное оставляя где-то небольшие стебли 8 10 сантиметров потому что вся остальная крона она возобновится у вас на следующий сезон деление трехлистное замечательно стоит срезки добавлять ее в букет и одно удовольствие она стоит долго подходит к абсолютно любым цветам поэтому не бойтесь нарезать себе веточки на букетик деление прекрасно отзывается на мульчирование если вы измульчируете кустик это придаст ему еще и дополнительную зимостойкость ну и что еще хочется сказать про какие-то особые свойства которые тоже всегда интересны потребителю деление тоже является лекарственным растениям но боюсь что вряд ли вы захотите его использовать коренные североамериканцы использовали деление трехлистную как лекарственное средство как рвотное все нужно проверять на себе я очень надеюсь что нас шеф-байер елена полякова обязательно найдет деление трехлистную в польше и она появится у нас в этом сезоне в продаже садового центра европланта нашей площадке вы сможете и полюбоваться ее цветением и возможно найти ей место в вашем саду надеюсь что ваш вам какие еще растения вы хотели бы надеюсь что вам понравился сегодняшний наш выпуск оставляйте ваши комментарии пожелания рассказывайте о каких еще растениях вы хотели бы узнать или купить мы обязательно их привезем расскажем а сейчас до новых встреч всего доброго с вами был я андрей смирнов и канал европлант life всего доброго а а а а и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok